В СССР уровень жизни постоянно менялся. Были периоды, когда население находилось на грани нищеты и голода, но за ними наступали времена, когда советские граждане жили не хуже, чем в развитых западных странах. Первые годы советской власти большевики пытались выбраться из разрухи, которая возникла, и по их вине. Хрущев так описывал этот период, вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Чёрный хлеб стоил 2 копейки фунт, 410 граммов, а белый — 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо — копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень, цены же, сильно поднялись. Только к середине 30-х годов, на седьмом году индустриализации СССР смог выйти на высокий уровень промышленного развития и относительно стабильно обеспечивать граждан товарами первой необходимости. Что важно, к этому времени Советский Союз первый среди других стран сумел преодолеть безработицу. Главное, что сделал Сталин, возродил национальное производство. Накануне Великой Отечественной войны СССР по объёму воловой промышленной продукции был вторым государством в мире, лишь немного отставая от США и значительно опережая развитые европейские страны. После окончания войны нашему государству в короткие сроки удаётся преодолеть разруху. Уже в 1946 году на 20% повышается зарплата рабочих и инженеров, занятых на предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока. Настолько же поднимаются оклады граждан со среднеспециальным и высшим образованием, в том числе медикам, учителям и научным сотрудникам. Уровень жизни населения СССР к 1953 году, моменту смерти Сталина, можно оценить, опираясь на материалы исследований бюджетов семей рабочих, служащих и колхозников, которые проводило Центральное статистическое управление . Согласно данным ЦСУ, к наиболее обеспеченной части населения относились работники предприятий оборонной промышленности, проектных организаций, научных учреждений, преподаватели вузов, врачи, работники артелей и военные. Из перечисленных групп наивысший доход был у медиков, на каждого члена их семьи ежемесячно приходилось в среднем 800 рублей. Наименьший доход среди категорий городского населения был у работников промышленных предприятий 525 в месяц на каждого члена семьи, у крестьян такой доход составлял 350 рублей. После отмены карточной системы правительство значительно снизило цены на продукты питания в магазинах, в том числе и на те, что не относились к товарам первой необходимости. К примеру, стоимость пирожного упала с 30 до 3 рублей. Более чем в три раза снизился ценник и на колхозных рынках. Дешевой была еда в заведениях общепита. Так, обед в студенческой столовой, включавший суп с мясом, второе с мясом, компот или чай с булочкой стоил всего 2 рубля. Более того, на столах всегда лежал бесплатный хлеб. С 1949 года снижение цен стало привычным явлением, в среднем на 20% в год. В 1953 году средняя зарплата в СССР составляла 719 рублей или 179 долларов. С переводом на сегодняшние деньги порядка 1600-1700 долларов. После прихода к власти Хрущева уровень жизни советский граждан продолжил расти. В 1957 году был повышен оклад низкооплачиваемым категориям рабочих и служащих, а с 1959 по 1965 годы почти в полтора раза выросла и средняя зарплата. В 1964 году впервые было введено пенсионное обеспечение колхозникам, также отменялась плата за обучение. Власти много вкладывают в здравоохранение, в это время отмечалось увеличение продолжительности жизни населения. Но главное, чем запомнился Хрущев, так это массовым строительством жилья. За 1956-60, краткие годы впусть и малогабаритные, но зато собственные квартиры въехали свыше 50 миллионов граждан, почти четверть населения СССР. Вместе с этим к началу 60-х годов ресурсы государства на ведение благоприятной социальной политики стали иссякать, новый виток холодной войны привел к росту военных расходов, начались с бои в экономике. Не прошли даром для страны и хрущевские эксперименты в народном хозяйстве, приведшие к оттоку из страны части золотого запаса. В 1964 году возникает ощутимая нехватка хлеба, и власти впервые вынуждены закупать зерно за рубежом. Любопытно, что именно в хрущевские времена расцветают советские подпольные миллионеры. Среди них Зигфрид Газен Франц и Исаак Зингер, сколотившие состояние на швейном производстве. Первый купил просторный дом и нанял прислугу, второй любил кутить в ресторанах и ни в чем себе не отказывал. Закончились валюнтаристские времена Хрущева, который предлагал догнать и перегнать Америку, начался период Брежневского застоя. И жизнь советских жителей стабилизировалась. Если брать во внимание бытующий сегодня индекс развития человеческого потенциала, то Советский Союз по его показателям входил в пятерку наиболее развитых стран мира. Живущий в США профессор Сергей Лопатников, работающий в Центре композитных материалов Делаверского университета, утверждал, что уровень жизни советских людей к 80-му годам был не только соотносим с американским, но в чем-то и превосходил качество жизни 80% американцев того времени. В Брежневскую эпоху наступило благодатное время для сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности и ракетно-космической отрасли. Средняя зарплата по стране составляла 120-130 рублей. В 1970-е можно было спокойно прожить даже на студенческую стипендию в 30-50 рублей. Но в стране было немало категорий населения, имевших доход выше среднего. Так, доцент вуза в месяц получал 250-300 рублей, а клад металлургов, шахтеров, нефтяников доходил до 500 рублей. Любой трудящийся мог приобретать товары в рассрочку или в кредит со ставкой, не превышающий 2%. В брежневские времена стала доступна возможность развивать личные и подсобные хозяйства. Хозяйство – личное дело общее, бытовал в то время лозунг. Излишки сельхозпродукции через систему потребкооперации государство скупало у населения, при этом расценки были на 30-40% выше, чем при закупках у колхозов и совхозов. За 18-летний период правления Брежнева было построено около 1,6 миллиарда квэм-жилой площади, куда въехали 162 миллиона человек. Это были уже не хрущевские малогабаритки, а просторные и благоустроенные квартиры. К 1985 году СССР прочно занимал первое место в Европе и второй в мире, после США, по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства. Средняя зарплата на 1985 год в РСФСР соответствовала 199 рублям, по стране — 150 рублям. Регулярные месячные затраты оплаты жилья, еды, транспорта и других необходимых услуг обычно не превышали 50% от дохода, что позволяло советским гражданам серьезно экономить. Продукты питания в позднем СССР были доступны и всем, не более 3 руб 50 коп. Стоил килограмм мяса — 16 копеек батон белого хлеба, около рубля десяток яиц, 36 копеек литр молока, бутылка водки — 3 рубля 62 копейки. Уровень жизни населения оставался стабильно высоким, несмотря на то, что в экономике уже наметились первые негативные тенденции. Андропов и Черненко существенно не повлияли на ситуацию, хотя при Андропове и были попытки влить свежую кровь в социально-экономическую жизнь страны. Горбачевская перестройка, призванная преобразить лицо социализма, привела к совершенно непредсказуемым результатам. При неумелых действиях управленческого аппарата качество жизни граждан стало неизменно падать. К середине 1990 года стало понятно, что социалистические методы ведения народного хозяйства себя и жили, страна оказалась на пороге рыночных реформ. К началу 1991 года в 2-4 раза были взвенчены цены на продовольственные товары, транспорт и коммунальные услуги. Начались регулярные перебои в снабжении населения, которые привели к табачному, сахарному и выдачному кризису. Многие товары первой необходимости стали доступны только по талонам. Страна впервые за долгое время столкнулась с проблемой очередей. Дефицит государственного бюджета, другими словами, превышение расходов над доходами, составлял, по разным оценкам, от 20% до 30% волового внутреннего продукта . Обычным явлением стали безработица и рэкет. Страна плавно катилась к переделу государственной собственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok